Я в тренде, мы в тренде, вы в тренде, что там, что там, я в тренде, мы в тренде. Всем привет, это программа «В тренде», с вами Анна Белкина. Сегодня поговорим о боевых искусствах, в частности, о рукопашном бое. Прямо сейчас немного истории о том, как развивался этот вид спорта. А затем узнаем, что он из себя представляет сегодня и насколько популярен. Я в тренде, мы в тренде. Рукопашный бой по праву можно считать древнейшим видом спорта на земле. Первые упоминания о единоборствах относят к эпохе египетских фараонов. В Древней Греции рукопашный бой входил в обязательную программу обучения в гимназиях. В силу процветавшего культа совершенства человеческого тела. Многочисленные войны, которые Россия вела на протяжении второго тысячелетия, сделали рукопашный бой незаменимым боевым искусством русской армии. Во время Великой Отечественной войны владение приемами спасло немало жизней солдат. А ведь еще и издревле на Руси добрые молодцы тешили себя молодецкими забавами, рукопашными и кулачными боями. Не та сила, что на Руси матушки. Она вроде и та. Ренессанс искусства рукопашного боя пришелся на конец прошлого века. В 1991 году создается Национальная федерация рукопашного боя. А в 2000 году – Общественная общероссийская. В 2006 году рукопашный бой выходит на мировую арену. Так, изначально впитав в себя разнообразие форм и методик современных боевых искусств, рукопашный бой стал необычайно красивым, зрелищным и доступным видом спорта. В 2019-м федерации рукопашного боя города Апатиты исполнилось 23 года. Один из ее основателей – идейный вдохновитель Александр Матюшин. Спортом начал заниматься, как только научился ходить. Сначала это были лыжи и коньки, затем увлекся боевыми единоборствами. Прошел, наверное, через все виды спорта, как и все ребята, кто стремился к совершенству. Это и бокс, это и борьба, это и карате, причем традиционное карате. У меня был карате до шатакан, такое, может быть, фундаментальное знание. Может быть, оттуда и скорость, и вообще техника движений немножко превалирует. Я имею в виду скоростные качества в этом виде спорта наиболее таки оптимальны. Как всякий молодой человек, желает быть сильным, желает быть защитником. Ну и, наверное, из чувства справедливости, чтобы ее, наверное, было больше этой самой справедливости. Сегодня Александр Александрович – заслуженный тренер России. Многократно становился победителем состязаний самых разных уровней. Я, как сибиряк, и корни мои, естественно, в Сибири, практически каждый год туда выезжаю. И, будучи молодым человеком, постоянно ездил. Причем у меня были очень хорошие друзья, занимались в Красноярском крае, Федерация рукопашного боя, и очень часто я ездил, выступал за них. Такие знаковые соревнования, наверное, это чемпионат Сибири, Дальнего Востока. У меня в активе записаны, как победы на этих турнирах. Причем в те времена можно было не запрещено выступать, помимо того, что в своей категории, еще и в абсолютной. И точно так же были достижения и в абсолютной категории, это когда практически все желающие выступают в одном виде, в разные веса, но определяют победителя. Становление Федерации рукопашного боя в апатитах проходило в трудное время. Тогда этот вид спорта был вообще под запретом. Тем не менее, в 1996-м она получила свой официальный статус. Начинали занятия по дайду-джуку-карате, в переводе с японского искусства великого пути, более контактного вида спорта. Тогда Федерация насчитывала не более десятка учеников. Одним из первых стал Александр Матюшин-младший, конечно же, с подачи своего отца. Тогда мальчишке едва исполнилось 5 лет, заниматься особого желания не было. Вспоминает, что первые тренировки давались трудом, через пот и слезы. На самом деле, это глупая инициатива, и лет, наверное, до 14-15 он меня заставлял. А потом уже я сам понял, что это нужно, и был благодарен. Когда я уже выступал спокойно на соревнованиях, когда стоял в спарринге с мужчинами, которые выигрывали Россию, и чувствовал себя уверенно, понял, что это очень большой плюс для меня. Так Александр прошел путь длиною в 23 года, от малыша до взрослого состоявшегося спортсмена. Выигрывал чемпионаты России и становился лучшим в соревнованиях по боям без правил и многих других. На достигнутом останавливаться не собирается, ведь спорт дает так много. Дисциплину, выносливость, уверенность и, конечно, к достижению цели путь, чтобы пройти, но необходимо что-то для этого предпринимать. И в том числе спорт помогает этому. Ну да, я параллельно в любом случае буду заниматься и тренировать, и куда-то жизнь меня не бросила, я уже без этого не могу. За годы работы в копилке федерации множество знаковых побед и наград. На чемпионатах Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и других. Многие воспитанники занимаются уже по многу лет, а кто-то только начинает свой путь. Для самых маленьких спортсменов есть подготовительная группа. Бывает, что я иногда на мостик не могу. А что получается? Получается, что садиться на шпагат и делать движение. Например, вот, береза, отжиматься и стоять на руках. Это потому, что я хочу стать военным. Есть также средняя группа и старшая. Это те, кто ездит на соревнования, защищает честь области. 12 ребят входят в состав сборной Мурманской области. Помимо чемпионата первенства в области, ребята наши в этом году выигрывали первенство Северо-Запада, чемпионат Северо-Запада. Четыре человека представлены будут на первенстве России. Сейчас два человека поедут у нас в Орел. Это 12-14 лет. Всего в этом возрасте Мурманская область представляет четыре человека. И два человека – это наши воспитанники. Поэтому вдвойне приятно, что команду города Апатиты знают не только в области, но и уже в России. Иван Золотов начал заниматься в 2012 году. Не хотел отставать от брата. За годы упорных тренировок многого добился. За эти годы я съездил на Северо-Запад, в Россию. Занял третье место. В шоке этих соревнований я отобрался на первенство России. Ну, занял там такого места, что поставили меня самым сильным соперником, я занял первое место. Давно тренируется Александр Болотов, уже шесть лет. И тоже с большими успехами. Выбрал этот спорт, потому что он развивает силу духа, физическую подготовку. Недавно я приехал с Северо-Запада. Там занял я третье место. Я считаю, что это хороший результат, поскольку я занимаюсь всего лишь шесть лет. А сложно? Конечно же сложно. Сложные противники, которые занимаются уже достаточно давно, больше, чем я. Возможно, далеко не все ребята станут профессиональными спортсменами. Но, тем не менее, в пользе своих тренировок они не сомневаются. В любом случае, всегда будет уважение к спортсменам, к выступающим и тех, кто добивается чего-либо. Поэтому я уверен, что спорт в тренде следует. На сегодня это все. Неважно, занимаетесь вы каким-либо видом единоборств для того, чтобы защитить себя от хулиганов, или планируете достигнуть профессиональных успехов. Главное, чтобы тренировки приносили пользу и для тела, и для души. Скоро увидимся. Оставайтесь всегда в тренде. Я в тренде, мы в тренде, вы в тренде, что там, что там. Я в тренде, мы в тренде.